И дать слово Насте Перкиной, сооснователю бюро гуманитарного пиара. Хакель, край, журналист, пожалуйста. У кого-то у нас там включен микрофон. Выключите, пожалуйста, чтобы всем было комфортно. Анастасия, пожалуйста. Спасибо большое, Марина. Коллеги, добрый день. Ужасно рада сегодня с вами болтать и выступить перед вами. Да, я, в общем, действительно, как-то у нас принято говорить. Одна-вторая бюро гуманитарного пиара Хагенд Край. Обнять и плакать. И соавтор одноименного телеграм-канала про коммуникации для НКО. Можете найти нас по названию Обнять и плакать. Мы пишем наше название капслоком. Да, сегодня мы с вами поговорим чуть-чуть про коммуникации в НКО. Про фандрайзинговые коммуникации в первую очередь и про фандрайзинговые тексты. В конце я буду вам продавать свой курс, но, в общем, давайте вам сразу закину спойлер. Но сначала поговорим про то, как эти тексты и эти проблемы устроены. Я вам покажу презентацию сейчас. Могу ли я? Да, я могу демонстрировать экран. Отлично. Так вот. Все. Вроде бы все видно. Да, собственно, на картинке логотип нашего телеграм-канала. Не авторский, но очень нам нравится. Как писать тексты, которые собирают деньги и славу? Штука в том, что... Так, здравствуйте. Штука в том, что коммуникации и тексты, в частности, это скорее следствие большой внутренней структурной работы, программной работы благотворительных организаций, да и прочих бизнеса тоже. Но буду делать акцент на благотворительных организациях НКО. Да, и мы в бюро постоянно работаем, консультируем, обучаем менторим сотрудников некоммерческого сектора. Именно по коммуникации мы в основном работаем с профильными специалистами, кто напрямую работает с коммуникациями. Мы постоянно сталкиваемся, более-менее, особенно после 24 февраля, более-менее с одной и той же повесткой, связанная она с тем, что аудитория переехала из одной соцсети в другую, перестала донатить. Непонятно, что делать с Яндекс.Дзеном, например. Бывают запросы в духе, что у какой-нибудь НКО есть телеграм-канал, и вроде бы даже неплохо собирает, а мы сделали, и вот у нас ничего не получается. И за СММщиком постоянно надо переписывать. В грохали кучу сил в соцсети, ничего не работает. Непонятно, какой текст сработает, а какой нет, и так далее. В общем, эти запросы мы видим более-менее постоянно, и уже поставили на поток отработку этих запросов. Как правило, конечно, обнаруживается, что проблема не столько в коммуникациях, сколько во внутренних делах, но так или иначе через коммуникацию это в том числе можно решить, и мы этим занимаемся. На консультациях, опять же, пишем про это много в телеграм-канале и проводим курсы по обучению сотрудников сектора коммуникации. Да, в общем, горькая правда состоит в том, что тексты – это только верхушка айсберга, как, впрочем, и коммуникации в целом. И, скорее всего, если что-то не работает, то, в общем, нужно ремонтировать что-то внутри. У меня есть про это любимая история. Как-то ко мне пришла на консультацию довольно большая некоммерческая организация. Конечно же, я не буду называть ее по имени, но иногда очень хочется. Вот, пришел человек, который отвечает за коммуникации, и говорит, вот у нас, значит, чего-то у нас не клеится с частными донатами. Я смотрю на соцсети и вижу, что, ну, там много есть западающие коммуникации в духе, там, например, люди пишут про то, что они открывают сбор, но нет при этом постов с отчетами. Да, например, там, что собрали в какой-то срок, собрали столько денег, так-то потратили и так далее. Я спрашиваю, а где? Почему у вас нет отчетов никаких про то, что вы, когда вы тратите деньги? И мне, собственно, леди говорит, ну, вы знаете, Настя, у нас такая история, что вот у нас бухгалтер не отдает отчеты СММщику, потому что у нас СММщик молодая, а бухгалтер, в общем, злится на нее, что вот она там постоянно ее с чем-то дергает и называет там ее всякими словами, связанную с ее возрастом и так далее, и так далее, что вот там, значит, она выдумывала себе какой-то ерунды и дергает меня, что надо с... Что-то повисло только у меня, коллеги? И на экране нет. Да, все висим. У нас тоже Настя Перкина. Да, и на экране. Так. Ждем, пока Настя увидит, что у нее что-то с интернетом, скорее всего. Настя, у нас пустой экран был, и вы... Да, а я пропала. Да. Я прошу прощения. Я прошу прощения, да, у меня отвалился интернет, к сожалению, в месте, где я живу, так бывает. В общем, ладно, давайте сейчас поедем дальше. Так, секунду, перезагружу страничку. Так, так, так. Сейчас. Вот, да. Спасибо большое за терпение и понимание. Да, в общем, горькая правда в этом, но приятная правда в том, что через... В том числе через изменения в процессах коммуникации можно ремонтировать айсберг с этой верхушки, и, в общем, это так или иначе приносит свои плоды. Да, другая приятная правда в том, что никто не знает наверняка, какой текст сработает, а какой нет. Это вам так приятная новость к этому часу. Нет никакой, как бы, доказательной статистики по этому поводу, я бы можно так это назвать. Поэтому если вы переживаете, что у вас... Вы не понимаете, какой текст у вас сработает, а какой нет, ничего страшного, это нормально. Да, так у всех. Да, и другая приятная правда состоит в том, что если у вас есть проблемы с тем, что вы, например, переписываете за СММщиком или не можете поставить ему нормальное ТЗ, или, например, СММщик, как вам кажется, пишет какую-то лабуду и так далее, штука в том, что это можно починить. Ну, понятно, что при должной мотивации и так далее, но штука в том, что для того, чтобы человек как бы научился писать, ему не нужно читать, не знаю, пиши-сокращай или там... Настя, у вас не видно экран. Да что ж такое-то? Я же даже демонстрирую. Да, он пишет загрузка. Вас слышно, а экран не видим. Поэтому рассказывайте без экрана или, может быть, переключайте слайды и потом снова включайте экран, потому что он загрузку нам пишет. Да, у меня что-то он пишет, предлагает мне продолжить демонстрацию, а я тыкаю в продолжить демонстрацию, и ничего не происходит. Давайте я попробую еще раз запустить. Да, в общем... Простите, я сбилась немножечко. Да, ну, в общем, говоря о том, как научить человека писать, у меня есть простой ответ, что научить писать, просто взять и положить человеку в голову какие-то конкретные знания. И так, я полагаю, что у вас снова загрузка на экране. Ну, в общем... Вы лучше не включайте слайд-шоу, показывайте прямо так. Без слайд-шоу просто... А, да, было видно, да? Ой, супер, сейчас я... Когда вы просто включаете, видно, а потом вы включаете слайд-шоу, все повисает. А, все, я поняла, окей. Мы будем смотреть все слайды сразу списком. Ничего страшного, мне там вскрывать нечего, поэтому, да, видно? Вот, отлично, так нам видно, да. Супер, все, тогда продолжим. В общем, да, человеку нельзя как бы флешкой в ухо загрузить какие-то специальные знания, как писать текст. Это большой длительный поступательный процесс, который в том числе завязан на, как бы, на отношении человека к миру, к себе, к текстам и так далее. Но при правильно вовремя заданных вопросах к себе, к текстам, к миру и в целом, можно научить человека смотреть на свои тексты под другим углом и задавать правильные вопросы. А зачем я это пишу? А какую цель я преследую? А как это может сработать или не сработать на нашу целевую аудиторию? И это, собственно, главная задача курсов, которые мы в Хаганк край проводим для некоммерческого сектора. У нас курса, ну, технически два. Один называется «Рубль-знак». Он про коммуникации в НКО в целом. Другой – это такой дочерний курс от этого большого курса – это «Рубль-знак-текст», который, собственно, я вам сейчас и буду продавать, потому что у нас в июле запустится группа. Да, собственно, приходите учиться. Что будет? Мы, поскольку, я уже сказала, что коммуникация – это длительная штука, где все зависит от предыдущего звена и упирается в итоге в глубинные процессы и смыслы, которые транслирует НКО в целом, мы будем с вами разбираться с коммуникациями и с текстами, не отталкиваясь от того, не только отталкиваясь от того, что вот есть текст, он работает вот так, а может работать по-другому. Поэтому мы начинаем разбирать с адресата, потому что у любого текста, у любой коммуникации в первую очередь есть адресат. И мы будем разбираться, кто же ваша целевая аудитория, каков ее портрет, какие у нее интересы, какие у нее боли, что ее беспокоит и как это можно вылечить с помощью ваших коммуникаций, ваших инструментов. Дальше мы разделим вашу аудиторию на сегменты, поймем, что для нее подходит, а что нет. Дальше мы будем разбирать огромное количество текстов на семинарах. Важно еще подчеркнуть, я потом про это позже скажу еще раз, но наши курсы хороши тем, что мы не делаем ничего в записи, то есть не нужно там ничего смотреть. Для кого-то это удобно, для кого-то нет, но это какая-то наша принципиальная позиция, потому что на живом семинаре у студентов есть возможность и друг с другом перезнакомиться и задать вопросы спикерам, как правило, это я и моя коллега Настя Никулина. Рубль-знак «Текст веду только я». Задавать вопросы, спорить, уточнять и так далее, для нас это принципиально важно, потому что это большой пласт образовательного процесса, который проваливается, когда мы делаем курсы асинхронные, то есть когда студенты смотрят что-то в записи. Да, мы будем разбирать много текстов разного толка из бизнеса, из журналистики, пандрайзинговые тексты и так далее, и будем смотреть на то, как они устроены. Когда мы понимаем, как устроен чужой текст, мы можем те же инструменты применить к своим текстам, и для меня суперважно учить людей смотреть на то, как разные механики работают и в других текстах тоже. Мы, конечно же, будем писать и будем учиться выбирать нужные слова и попадать читателю в самое сердце, собственно, поэтому мы с самого начала начинаем с читателя, мы начинаем разбирать, кто нас читает, чтобы понимать, какие слова могут попасть ему в самое сердце. Из-за того, что у нас, точнее, благодаря тому, что у нас живые группы и живые семинары, у нас есть возможность обстукивать об коллег свои гипотезы и давать друг другу почитать свои тексты, это тоже очень мощная обратная связь, которая оказывается полезна по итогу. И в конце мы соберем пошаговый план для работы после окончания курса, мы разберемся с гипотезами, которые мы будем тестировать в рамках исследования целевой аудитории, мы разберемся с сегментами, мы поймем, о чем мы хотим говорить и как, и напишем свои тексты уже, фандрайзинговые тексты, уже как бы с другим фокусом и с другим уровнем понимания того, как они устроены. Почему, собственно, у нас классно учиться? Много почему, помимо того, что мы исключительно приятные и веселые люди, простите за столь наглую рекламу. Да, в общем, по фактам. Я, Настя Перкина, в 2018 году сделала для фонда Ройзмана, это не город без наркотиков, если что, я сделала бренд-медиа, которая позволила нам вырастить годовой бюджет фонда с 12 миллионов рублей в год до 42 за два года. Получается, с 2018 по 2020. Вся механика была выстроена вокруг создания контента, журналистских текстов, дистрибуции через соцсети и прочее-прочее. Ну, как бы, как водится, конечно же, на небольших бюджетах, потому что больших бюджетов у нас не было. Важная поправка. Фонд Ройзмана сейчас, хоть и большая организация, впрочем, была немаленькая, но у нас не было ни одного корпоративного донора. Окей, был один, который донатил с юрлица 10 тысяч рублей в месяц, но, как бы, да, все остальное это были исключительно частные донаты. И была четкая корреляция с тем, что когда мы начали выпускать много контента очень такого высокого качества, мы, собственно, и вырастили количество денег в бюджете. Я сама в прошлом журналистка, но, как бы, ладно, я не то, чтобы много текстов в своей жизни написала, там, они исчисляются десятками, но не сотнями, но я несколько раз номинировалась на редколлегию, лауреатом не была, но, тем не менее, но моя главная гордость, связанная с редколлегией, в том, что когда-то давно ко мне пришел мальчик с несколькими текстами про русский рэп и футбол в своем портфолио, тексты были с ошибками орфографическими, смысловыми, стилистическими, какими только не, дальше мы с ним поработали полтора года, и дальше была монтажная склейка, когда он принес мне текст про уйгуров, текст расследования, и я поняла, что я, как редактор, не потяну этот материал, это слишком далекая от меня материя, я передала его в новую газету, и в итоге этот мальчик, Реза Хасанов, прекрасный журналист, получил за свою работу редколлегию, страшно горжусь, вот, так, может быть, также вы сталкивались, например, с леди по имени Марина Говзман, Марина Майя Говзман, она пишет для таких дел, для верстки, для медузы и так далее, и так далее, она тоже, собственно, училась, да, и мы вместе работали, она училась у меня. У меня учились прекрасные специалисты из больших фондов, это и Кружок, и Друзья, Антон тут рядом, Северный Кавказ, СОС, Мемориал, Школа призывника и так далее, и сестры, в общем, со всеми поддерживаем прекрасные отношения, и, в общем, я страшно горжусь своими студентами, потому что это прям большие величины и ужасно талантливые люди, очень хочется видеть кого-нибудь из вас видений. Вот, что касается деталей, да, я уже говорила, что будут только живые семинары, и вообще у нас на курсах только живые семинары, я очень надеюсь, что нам хватит ресурсов жизненных для того, чтобы не изменить этому правилу. Всего их будет шесть, вот, камерная группа до десяти человек для того, чтобы я могла как можно больше персонального внимания уделять каждому и создавать доверительную атмосферу для того, чтобы не так было страшно делиться собственными работами и, да, получать обратную связь от коллег. Да, и важно, что если вы решите, то у вас есть скидка 5000 рублей вплоть до самого старта курса, старт будет 17 июля, продлится курс две недели, три семинара в неделю по два-три часа, вот, вы можете написать мне в Телеграм, он звучит как Перкина, напишите, что вы с вебинара «Сила вместе», и я все пойму. Подробнее можно почитать, я сейчас вам отправлю ссылку на курс в наш чат и ссылку на наш Телеграм-канал также отправлю в чат, но можете, если вам будет удобнее найти самостоятельно, просто забейте в поиски Телеграма «Обнять и плакать» и, в общем, вы найдете нас по вот этому великолепному логотипу. Спасибо большое за внимание, ужасно приятно перед вами выступить, я очень прошу прощения за технические заминки, есть вещи, на которых я не могу влиять, к сожалению. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте, буду рада ответить. Настя, спасибо огромное, спасибо за информацию и еще за одну представленную возможность, которой при необходимости мы можем пользоваться.